Добрый-добрый вечер! На КХЛТВ противостояние ЦСКА и Локомотива. Локомотив в этом сезоне самая неудобная команда для ЦСКА. Во втором атакующем сочетании у гостей Егора Аверин с Алексеевым Исанниковым. В третьем, извиняю, Легенков, Коротков, Кашков и в четвертом Каюмов, Иванов, Коваленко. 13-й нападающий у Локомотива Пальков. Вторая пара защитников, ну а второй паре после. Потому что Локомотив активнейшим образом начал и сразу же забросил шайбу ворота команды Игоря Никитина. Уже на первой минуте вынужден был капитулировать Сорокин. Локтионов так один в один-то просто Марченко. Ничего себе. Олимпийского чемпиона так, как будто в детском саду. Ну-то вообще. Я скажу, они оба здорово исполнили. И Козун здорово бросил, конечно. Но ЦСКА бежит вперед, ЦСКА давит и готов повторить подвиг Локомотива в первом периоде. Сразу же гол. И не получается пока у ЦСКА. Удивительно, что шайбу не могут прижать ни вратарь, ни игроки. И Локомотивы не могут вратарю эту шайбу подбулить. Булит из-за того, что Егор Аверин, по-видимому, прижал. Я сказал, что не могут прижать. По-видимому, Егор Аверин шайбу в площади ворот прижал. Вот, если честно, у меня очень большое сомнение, что это штрафной бросок. Ну-ка. А, вот здесь, да, 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 да. Ну, смотрите. Да нет, не в этом дело. Просто задержка игры, когда игрок принимает... А, ну, второй раз. Вот здесь, вот здесь второй раз. Рукой подгреб шайбу к Салану. А, ну, тогда может быть. Основание было, во всяком случае, вот так скажу. Вот очень интересный момент в самом начале второго периода. Шалунов бросает, и Салак выручает свою команду. По-футбольному решил подбить шайбу ногой. Загрустило болельщик. Такой был шанс зеркально ответить на гол Прэндона Познана на первой минуте стартового периода. Меняется Егор Аверин. Именно он помешал Акулву создать опасный момент у ворот локомотива. Последние секунды бросок. И шайба залетает в ворота. Слепый шеф сравнял за 11 секунд до завершения периода. Драматическая развязка третьего периода. Да. Представляете, как сейчас обидно людям, которые писали в социальных сетях, что команды будут специально сливать последние матчи для того, чтобы не стать длительными регулярного сезона. Что, дескать, этим ИСКА будет заниматься и ЦСКА. Представляете, как им сейчас обидно и досадно. Дуртакин сделал пас на Алексеева. Алексеев попал под силовой. Не получится выход один на один. И, тем не менее, Вей бросает. Приносит победу своей команде. И приносит Куба Континента. Два очка завоевывает ЦСКА. И, наконец-то, побеждает Железнодорожников. А мы смотрим, как Вей постарался решить судьбу эпизода. Нет, я что-то не понял. А что здесь смотреть-то? Пересекла шайба линию ворот или нет? А-а-а! Нарушение численного состава. Плохая смена. Вот. И там арбитр, кстати, зафиксировал. Вон оно что. Григоренко. Ой, как красиво! Это просто невероятно. Это просто какая-то сказка. Григоренко два таких буллита положил. Вау! Ой, ля-ля! Леонид, по-моему, потерял удар вечно. Да, не, ну здорово, здорово, ничего не скажешь. Коваленко. Он начал. И он может продолжить или завершить. Если сейчас не реализует свой шанс. Да, он не реализует. ЦСКА добивается первой победы над локомотивом в нынешнем сезоне. И ЦСКА завоевывает Кубок Континента. Выливая победа московских армейцев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!